Он может зайти снять, там вся штукатурка опять себя отваливается. Сколько можно денег валивать на этот ремонт? Екатерина уже не может сдерживать эмоции. 8 лет назад она купила эту квартиру в доме на Тимуровской 62. Теперь одни проблемы. Постоянная чистка, побелка, замена обоев, утепление. Можно только представить, как на одной Екатерине зарабатывают строительные магазины. А раньше зарабатывала она, сдавая площадь в аренду. Хотя когда я ее покупала, здесь жила, тут было просто сафари. Тут жара была, тут дышать нечем было. Постоянно окна открытые были. Но Екатерина хотя бы может жить в другом месте, сдавая в аренду старую квартиру. А вот соседям бежать некуда. 31 из дворя я родила ребенка. Она у меня пока сейчас в больнице лежит. Вот забирать мне надо. У меня дома больше 16 градусов не поднимается температура. Когда приехали мы, морозы уже спали. Температура в квартирах поднялась до 19 градусов. Но даже такой режим комфортным не назовешь. Снизу вон одеялко подоткнули, потому что прям дует все страшно. В чем сейчас проблема? В том, что не топят. Вот стена промерзает. Вот она все время промерзает. Вон видите, потолок даже ободрали, чтобы плесень была. А гардину все снимали. Итак, с первого и по четвертый этаж. Во всех квартирах. Сырость, холод, плесень. В подъезде штукатурка валится с потолка. Съемочная группа буквально на расхват. Начинаем снимать одно. Как выясняется, есть проблемы и поважнее. И оно действительно плавает, поверьте. Из этических соображений показывать не будем. Ой, он голубой. Это же не должно быть. Чего здесь точно не должно быть, так это туалета в каждой квартире. Жильцы говорят, канализацию прорывает постоянно, потому что здание пережило кардинальную перепланировку. Это бывшее общежитие. Сейчас кухня приходит. Там мылись все. А сейчас понагородили вот этих стояков. И оно не работает как надо. Вот они все получаются. Забиваются везде. Весь ворох этих проблем жильцы перекладывают на управляющую компанию «Фаворит». Вместе с Екатериной отправляемся в офис, где нас, конечно же, не ждут. А здесь руководитель ваш. Подскажите, пожалуйста. Ну, сейчас обед. Его сейчас нет? Нет. А когда появится? После обеда. Руководитель оказалась, как ни странно, на рабочем месте. И нисколько не удивилась нашему появлению. С должниками мы боремся, но пока безуспешно. То есть, в принципе, там с людей-то взять особо нечего. Потому что, ну, наверное, видели, да, контингент. В настоящий момент готовятся документы на признание дома аварийным. Потому что в эту зиму, как никогда, действительно начали промерзать стены. Дом достаточно старый. Долг жителя этого дома – миллион рублей, рассказала директор управляющей компании. Поэтому ремонтировать не на что. Но ремонтировать и не должны, объясняет юрист по жилищным вопросам Дмитрий Лебедь. В полномочия управляющей компании не входит проведение работ по капитальному ремонту дома. Также, возможно, реконструкции. Данные полномочиями обладают у нас, то есть, получается, именно рекоператор Алтайского края. Либо собственники могут нанять иную подрядную организацию. Получается, у жильцов дома на Тимуровской выбор невелик. Нанять подрядчиков и самим начать ремонт дома. Или провести экспертизу и подать документы на признание его аварийным. А таких в Барнауле сейчас несколько сотен. Так что очереди на расселение жильцам снова придется подождать. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости.